В чашках дымится ароматный чай, в тарелках сладкий праздничный торт, за столом уютная беседа. Нет, это не посиделки старых друзей. Так самарские коммунальные системы подводят итоги прошедшего года. Как и в дружеской компании, здесь нет места секретам. Директор СКС Владимир Бирюков предпочитает открытый диалог. Мы на самом деле проводим такую политику открытости, и она нам дает определенную почву под ногами. Я думаю, что не многие предприятия, которые работают в рамках государственно-частного партнерства, могут такие вещи себе позволять. Мы позволяем, потому что чувствуем ответственность, без больших слов, перед жителями города. Один из наиболее острых вопросов на сегодняшний день – повышение тарифов на холодную воду с октября прошлого года. Бирюков еще раз объяснил, что в Самарский водопровод не делали серьезных вложений с конца 70-х годов. Чтобы разобраться со всеми накопившимися проблемами, СКС приходится брать кредиты в банках. А наличие у компаний достаточного тарифа – главное условие при выдаче займов. Отсюда и простое уравнение. Если коммунальная плата за воду останется на низком уровне, то качественного улучшения водопроводного хозяйства ждать не стоит. Любой банк рассчитывает на возвратность денежных средств. При том тарифе, который у нас есть, мы эти деньги в полном объеме вернуть не можем. И в те сроки, которые необходимы. Срок инвест-программы в ближайшее время будет удлинен. Это будет сделано для того, чтобы не было нагрузки на население в плане увеличения тарифов. Все критерии договора аренды Самарского водопровода СКС уже выполнила. Инвест-программы компаний исполнено более чем наполовину. Планов на текущий год у коммунальщиков много. Помимо основной работы, в СКС хотят облагородить один из городских участков специально к чемпионату мира по футболу 2018 года. Дорабатывают и идею музея Самарского водопровода. Бирюков рассказал обо всем. А за лучший вопрос съемочная группа «Самара ГИС» даже получила приз. Сергей Ромашов, Дмитрий Мешканцов. События.